всем привет с вами серж проект soulfinder и сегодня на студии дарт вейдер дарт вейдер в воплощении коллекции adidas и star wars и это кроссовки adidas crazy one crazy one вот такая вот тематическая бумажка и вот такие вот дьявольские просы это кроссы которые один из наших подписчиков приобрел себе по программе вам кросса нам контент мы помогаем с доставкой использована у нас есть посредник и данную модель я лично хотел для видео презентации соответственно человек получает бесплатную доставку дает добро на то чтобы эти кроссовки оказались в кадре мы ему передали привет привет он хакнул систему данный заказчик хакнул систему потому что я на релизе белых stormtrooper и желтых хотел этот новый свежий релиз хотел так сказать освежить эмоции а человек нашел себе пару какой-то старой трехлетней давности коллекции и вот эту пару вырубил ну не закопить конечно но очень-очень дешево все правила соблюдены мне нужна была эта модель и в общем то я ее получил я хотел другого но это не важно правило есть правило поэтому сегодня я рассказываю вот такой необычной расцветки дарт вейдер дарт вейдер и кроссы конечно же важнее сами кроссы это adidas crazy один это кроссовки коби брайанта коби брайанта и да если вы не знали то помимо вот этой огромной линейки nike у коби были кроссовки adidas начале на старте было две именных модели и еще некоторые кроссовки которые были как бы персональными но их не называли типа чисто коби в них играли другие ребята типа иди джонса в те времена и это фактически adidas коби ван коби ван коби ван странно кстати что их не убил он назвали а именно дарт вейдер эти кроссы созданы как видите в супер супер быстрой динамичной стилистике прямые линии что в принципе не очень свойственно кроссовкам то есть здесь очень много именно прямых отсутствие изгибов как таковых то есть эти кроссовки можно сказать какой-то некий условный аналог фампозит потому что это цельные такие листы синтетики очень мало швов то есть такие сборные элементы не куча мелких нюансиков а вот тык 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 четыре стенки и вот вам домик как фампозиты в принципе с другой стороны очень гладкий такой smooth дизайн и для начала двухтысячных это просто фантастика была после фампозитов fly позитов эти кроссовки странное сравнение но тем не менее эти кроссовки были как глоток свежего воздуха для вот этой же идеи составных таких полиуретановых кроссовок странно звучит все это сам произношу сам понимаю что может быть слишком сложно и надуманно но но это так коби в них играл коби в них играл очень круто были черные белые желтые были какие-то расцветки для лос-анджелес лейкерс и когда уже коби ушел в найки adidas спустя много лет начал воспроизводить эти расцветки начал давать новую жизнь этим кроссовкам появились версии с джереми скоттом появились версии лайфстайл они тоже неплохо ценились после смерти коби все связанные с коби сильно ценится дороже чем она того стоило но как бы тут нужно все же иметь некий люфт и вот сейчас я расскажу об этих кроссах потому что в 2022 году эти кроссовки снова запустили в белой желтой расцветки желтая расцветка это вообще all-star он в них играл по моему 2001 году и кевин гарнет ему дал алиуп через всю площадку коби подпрыгнул завис в воздухе поймал одной рукой мяч и вколотил кольцо я это помню уже я смотрел в реальном времени эту игру 21 год назад я увидел что появляется желтый подумал может быть самое время купить их и зимой не ходить радовать окружающих солнечными кроссовками и себя эмоциями ну давайте эмоции так немало было давайте чуть больше технической составляющей резина грубая нормально для двухтысячных огромный захлёст на носовую часть некая дань adidas superstar но как видите такое обрезанное чтобы не очень уж тормозить их дизайн плоской носовой частью как у суперстаров но тем не менее элемент схожий на данной расцветке увидите бэйджик суперстарс аутриггер аутриггер да тогда аутриггеров то толком не было их в начале двухтысячных только понимали как это должно быть но не делали его таким ограниченным острым выступающим прям вот нет нет это не было и скорости на самом деле были немного другие с внутренней стороны вообще не стоит говорить об этом поэтому протектор у нас будет только на подошве имеет в такую трамку рамку которая попадая на грани которой вы просто будете скользить во все стороны то есть вот этот элемент черные резиновые полосочкой плюс этот красный красный вообще скользкий ну как бы не располагает к тому чтобы в них стоило играть в баскет в двадцать втором году три полоски adidas который аккуратно скрытый вот каньи уэст такое любит когда adidas не очень афиширует свое присутствие возможно кубе тоже на это смотрел как-то так но в общем и adidas тогда был тоже не особо против не себя же продавать им в первую очередь надо было о кобе так шнуровка у нас раз два три 4 5 нейлоновых петель выходящих с внутренней стороны из подошвы и раз два три петли здесь тоже внутренней но немножко с другим устройством просто как отдельные петельки 8 петель для таких кроссовок это конечно же за глаза высокие достаточно вот этот элемент выступает в роли некой поддержки то есть торсионная пластина которая здесь находится создает этот колыбель пластиковую в которой нога должна чувствовать себя более комфортно не шататься не болтаться из стороны в сторону но так нет выступающего элемента на область стопы то это не может работать на все сто процентов как сейчас делается в обае то есть делать такую пластину делать какой-то прижимной элемент в области пятки или же интегрирует его в кроссовку чтобы единая система была а так это придет стабильность только подошве как бы странно это не прозвучало профиль кроссовок вроде как бы средний но пяточная часть отрезана поэтому здесь у нас имеется такой отступ легкости когда вы легко заряжаете в кроссовку и свободно себя чувствуете и вот этот отдельный выступающий элемент ну он поддерживает какой степени ахилл в области пятки у нас пластиковый фиксатор достаточно жесткий он имеет округленную часть поэтому он помогает обволакивать вот ту самую зону ахилла кроссовки созданы на базе пены одеприн это в принципе просто просто пена здесь нельзя сказать что она там амортизирует хорошо кому то они конечно в детстве нравились тогда и деревья были выше трава была зеленее и кроссовки были любые лучше и все хотят их купить потому что тогда вот было так сейчас кроссовки уже ушли на несколько порядков вперед и сравнивать эти кроссовки с современными технологичными не имеет никакого смысла они между ними поколения поэтому да как лайфстайл снова произнесу это вслух как лайфстайл во а вот как зимний лайфстайл во во а лайфстайл летний ну наверное во а вот как баскетбольные кроссовки но только чисто попробовать ощутить те самые эмоции второй башмак предварительно расшнурованный что здесь интересно здесь интересная фишка во первых ну фанаты звездных войн поймут я не являюсь фанатом звездных войн у нас нет язычка вернее нет сапожка как такового это просто большой язычок у нас логотип звездные войны на стельке обычная дедовская стелька вообще ничего интересного ничего нового хорошая прострочка аккуратно и здесь принты посвящены звездным воинам прикол который я хотел рассказать это не знаю я не играл никогда в этих кроссовках я не знаю правда это или нет но существует легенда что в этих кроссовках можно играть вот так заворачиваешь сюда лопухи во внутреннюю сторону кроссовки намного лучше облегают косточку становится чуть посвободнее и становится вообще низкими если зашнуровать их только по черную зону то есть вы представляете себе что вы получаете плотное облегание только в нижней зоне верхняя зона у вас она как лопухи торчит сторону не мешает вам но у вас уже не высокие кроссовки а уже низкие кроссовки любопытно не знаю я не проверял но вообще сами по себе вот эти подушки они как будто такие торчащие стены потому что у них здесь есть пена тут есть перекат большое и в общем то они достаточно маневрен и как вы видите как быть странными не происходило но тем не менее она вот так не уверен я в том что кто-то может подтвердить мои слова очень мало у нас таких возрастных зрителей которые могли тогда играть в этих кроссов может быть кто-то после пробовал фактически эта пара достаточно ценная она не дешевая в интересных расцветках но некоторые могут идти на распродажу более новые современные они всегда дешевле потом станут дороже сейчас допустим желтый начинается где-то 12 тысяч на пользу не без доставки а вот эта расцветка стоила по моему в районе шести тысяч рублей с доставкой человеку но как они попадают к нам в студию и становятся еще более ценными потому что серж именно по этой паре дел видеопрезентации поэтому сейчас они ну тысяч пятьсот наверное стоит уже ну человек понимал что он делает так сказать инвестиции в свое будущее вот это была шутка если кто не понял друзья с вами был серж мы не только освещаем новинки но и ворошим прошлое так сказать чтобы всем было интереснее веселей а скоро вас ждут седьмые харден и это и есть наше настоящее будущее до новых встреч